ЗАХВАТ ПОТОКА Ранее я объяснил, как функционирует сборщик мусора, но это объяснение было рассчитано на работу только одного потока. В реальном мире весьма вероятно, что несколько потоков будут обращаться к управляемой куче или хотя бы работать с размещенными в ней объектами. Когда в результате работы одного из потоков инициализируется сборка мусора, остальные не должны обращаться к каким бы то ни было объектам, включая ссылки на объекты в собственном стейке, так как сборщик мусора может переместить эти объекты, изменив их адрес в памяти. Итак, когда сборщик начинает сборку мусора, нужно приостановить все потоки, исполняющие управляемый код. У CLR есть несколько механизмов, позволяющих безопасно приостановить исполнение потоков, чтобы можно было собрать мусор, а потоки смогли работать как можно дольше и издержки остались минимальными. Здесь я не хочу вдаваться в детали. Ну и ладно. Достаточно сказать, что специалистам Microsoft пришлось изрядно поработать, чтобы снизить издержки на сборку мусора. Microsoft продолжит совершенствовать эти механизмы, чтобы обеспечить эффективную сборку мусора в дальнейшем. Собираясь начать сборку мусора, CLR немедленно приостанавливает все потоки, исполняющие управляемый код, а затем изучает указатели команд каждого потока, чтобы выяснить, на каком этапе находится процесс выполнения. Далее CLR сравнивает адрес указателя команды с таблицами, с генерированными GIT-компилятором, чтобы определить, какой код выполняется потоком. Если указатель команды потока находится по смещению, указанному в таблице, говорят, что поток достиг безопасной точки, SafePoint, то есть такого места, где его можно приостановить до завершения сборки мусора. В противном случае говорят, что безопасная точка не достигнута, и CLR не может собрать мусор. В этом случае CLR захватывает Hijax поток и изменяет его стэк так, чтобы адрес возврата указывал на специальную внутреннюю функцию, реализованную в CLR. После этого исполнение потока возобновляется. После возвращения управления текущим методом будет исполнена специальная функция, которая приостановит поток. Однако можно довольно долго ждать, пока метод потока вернет управление. Поэтому после возобновления и исполнения потока CLR ждет захвата потока около 250 мс, после чего вновь приостанавливает поток и проверяет его указатель команд. Если поток достиг безопасной точки, можно начинать сборку мусора. В противном случае CLR проверяет, вызван ли другой метод. Если да, CLR вновь изменяет стэк, чтобы захватить поток после возвращения из последнего исполняемого им метода. Затем CLR возобновляет поток и ждет еще несколько миллисекунд, прежде чем сделать следующую попытку. Когда все потоки достигают безопасной точки или захватываются, можно начинать сборку мусора. По его завершении все потоки возобновляются, а приложение продолжает работу. Захваченные потоки возвращаются к методу, который изначально их вызвал. В этом алгоритме есть маленькая хитрость. Когда среда CLR собирается запустить сборщик мусора, она приостанавливает все потоки, исполняющие управляемый код, но не приостанавливает потоки, исполняющие неуправляемый код. Когда все потоки, исполняющие управляемый код, оказываются в безопасной точке или захватываются, сборщик может приступить к работе. Потоки, исполняющие неуправляемый код, могут продолжать работу, потому что для объектов, которые не используют, должен быть установлен флаг PINET. Если такой поток возвращает управление управляемому коду, его выполнение сразу же останавливается до завершения сборки мусора. Оказывается, CLR прибегает к захвату гораздо чаще, чем используют таблицы, сгенерированные GIT-компилятором и позволяющие узнать, находится ли объект в безопасной точке. Причина в том, что эти таблицы требуют много памяти и увеличивают рабочий набор, что, естественно, снижает производительность. Поэтому они содержат информацию о разделах, в которых есть циклы, не вызывающие другие методы. Если метод есть цикл, вызывающий другой метод, или если циклов нет вообще, таблицы, сгенерированные GIT-компилятором, не несут в себе много информации, а для приостановки потока используется захват. Режим сборки мусора. При запуске CLR выбирается один из режимов сборки мусора, который не может быть изменен до завершения процесса. Существует два основных режима сборки мусора. Рабочая станция. Этот режим настраивает сборку мусора для приложений на стороне клиента. Сборщик предполагает, что остальные приложения не используют ресурсы процессора. Существует два подчиненных режима с параллельной сборкой мусора, конкурент-коллектор и без нее. О них мы поговорим чуть позже. Походу, эта глава не закончится никогда. Сервер. Этот режим настраивает сборку мусора для приложений на стороне сервера. Сборщик предполагает, что на машине не запущено никаких сторонних приложений, клиентских или серверных, поэтому все ресурсы процессора можно бросить на сборку мусора. В этом режиме управляемая куча разбирается на несколько разделов по одному на процессор. Изначально сборщик мусора использует один поток на один процессор. Каждый поток выполняется в соответственном разделе, одновременно с другими потоками. Такой подход хорошо работает в случае приложений с единообразным поведением рабочих потоков. Функция доступна на компьютерах с несколькими процессорами. Только в этом случае параллельная обработка потоков позволяет получить прирост производительности. По умолчанию приложения запускаются в режиме рабочей станции с включенным режимом параллельной сборки мусора. А серверные приложения, например, Spdnet или SQL Server, обеспечивающие хостинг CLR, могут потребовать загрузить режим сервера. Однако, если серверное приложение запускается на однопроцессорной машине CLR, включают режим рабочей станции с отключенным режимом параллельной сборки. Приложение, обеспечивающее хостинг среды CLR, может заставить ее использовать серверный сборщик мусора путем создания конфигурационного файла, о том, как это сделать, рассказывается в главе 2 и 3, содержащего элемент GK Server. Вот пример конфигурационного файла. Узнать, запущена ли среда CLR в серверном GK режиме можно при помощи логического свойства из сервера GK класса GK Settings, предназначенного только для чтения. Using System, Using System Runtime, GK Settings находится в этом пространстве имен, Public Static Class Program, Public Static Void Meme, Console Write Line, Application is Running with Servers GK, Equal Plus, GK Settings Dot is Servers GK. В многопроцессорной системе, работающей под управлением версии исполняющего механизма для рабочих станций, у сборщика мусора есть дополнительный фоновый поток, параллельно утилизирующий объекты во время работы приложения. Когда поток размещает в памяти объект, вызывающий превышение порога для поколения 0, сборщик сначала приостанавливает все потоки, а затем определяет поколения, в которых нужно выполнить сборку мусора. Если сборщик должен собрать мусор в поколении 0 или 1, он работает как обычно, но если нужно собрать мусор в поколении 2, размер поколения 0 увеличивается выше пороговой, чтобы разместить новый объект, а затем исполнение потоков приложения возобновляется. Пока работают потоки приложения, отдельный поток сборщика с нормальным приоритетом маркирует все недоступные объекты в фоновом режиме. Этот поток конкурирует за процессорное время с потоками приложения, замедляя его работу. Однако параллельный сборщик работает только в многопроцессорных системах, поэтому снижение скорости почти незаметно. После того, как объекты маркированы, сборщик вновь приостанавливает все потоки и решает, нужно ли дефрагментировать память. Если он принимает положительное решение, память дефрагментируется, ссылки корней исправляются, исправляются и исполнение потоков приложения возобновляется. Такая сборка мусора обычно проходит быстрее, так как перечень недоступных объектов создается заранее. Однако сборщик может отказаться от дефрагментации памяти, что на самом деле предпочтительнее. Если свободной памяти много, сборщик не станет дефрагментировать кучу. Это повышает быстродействие, но увеличивает рабочий набор приложений. Прибегая к параллельной сборке, приложение обычно расходует больше памяти, чем при непраллельной сборке. Подводя итоги, можно сказать, что в режиме параллельной сборки впечатление пользователей от работы с программой улучшается. Поэтому этот режим лучше подходит для интерактивных приложений с консольным или графическим интерфейсом. Однако в некоторых приложениях режим параллельной сборки только снижает быстродействие и увеличивает потребление памяти. Тестируя приложение, поэкспериментируйте, включая и отключая режим параллельной сборки мусора, чтобы выяснить, какой подход обеспечивает максимальную производительность и минимальный расход памяти для приложения. Можно запретить CLR использовать режим параллельной сборки, создав конфигурационный файл приложения, содержащий элемент gk-concurrent. Вот пример такого файла, configuration, runtime, gk-concurrent, enable, enable, equal, false. In double quotes. Вдобавок к описанным режимам сборщик мусора поддерживает выделение памяти без синхронизации. В многопроцессорной системе поколения 0 управляемой кучей разделено на несколько арен памяти по одной на каждый поток. Это позволяет нескольким потокам выделять память одновременно не требуемого монопольного доступа к куче. И смотря на то, что конфигурация gk-режима не может быть изменена до завершения процесса, приложение может контролировать сборку мусора при помощи свойства gk-net-nc-moda класса gk-settings. Этому свойству могут присваиваться любые значения из предчисленных gk-net-nc-moda. Возможные варианты представлены в таблице 21.2. Batch По умолчанию используется для серверного режима. В режиме рабочей станции этот скрытый режим отключает поддержка под режим параллельной сборки мусора. Для серверного режима это единственно возможный скрытый режим. Interactive По умолчанию используется для режима рабочей станции. В режиме рабочей станции этот скрытый режим включает поддержку под режим параллельной сборки мусора. Для серверного режима этот скрытый режим невозможен. Low Latency В режиме рабочей станции этот скрытый режим используется для кратковременных срочных операций, например, рисования анимации, для которых сборка мусора в поклее не два из-за снижения производительности может оказаться неприемлемой. Для серверного режима этот скрытый режим невозможен. Последний режим требует дополнительного пояснения. Обычно его включают для реализации операций, для которых важно время выполнения, а затем возвращают в режим Batch или Interactive. Однако в режиме Low Latency сборщик мусора действительно обходит внимание поколение 2, так как это может занять много времени. Разумеется, если вы вызовете вывозить метод gk.collect, поколение 2 также отправится в мусор. То же самое произойдет, если Windows пожалуйста пожалуйста пожалуется в CLR на недостаток системной памяти. Этот вопрос обсуждался ранее в этой клубе. В режиме Low Latency приложение часто выбрасывает исключение Out of Memory Exception, соответственно, можно посоветовать включить этот режим на максимально короткое время, избегать размещения в памяти многих объектов, а также больших объектов и возвращаться к режимам Batch и Interactive при помощи области ограниченного выполнения. смотреть главу 20. Также помните, что режим Low Latency является настройкой уровня процесса и потоки могут быть запущены параллельно. Эти потоки могут даже менять данную настройку в процессе ее использования другим потоком. В этом случае вы можете добавить вновляющийся счетчик, управляемый при помощи методов Interlocate. Вот пример корректного использования режима Low Latency. Правый статик вводит Low Latency Demo GK Latency Mode Alt Mode Equal GK Settings Dot Latency Mode System Runtime Dot Computer Services Runtime Helpers Dot Prepare Constate Reignet Regions Try GK Settings Dot Latency Mode Equal GK Latency Mode Dot Здесь выполняется код Finally GK Settings Dot Latency Mode Equal Alt Mode Большие объекты Есть еще один инструмент повышения быстродействия, которым стоит рассказать. Любые объекты размером 85 тысяч байт и более считаются большими. Памят для них выделяются в специальной куче для больших объектов. Объекты в этой куче финализируются и освобождаются так же, как и маленькие объекты, о которых мы здесь говорили. Однако большие объекты никогда не дефрагментируются, так как на перемещение блока в памяти размером 85 тысяч байт ушло бы слишком много процессорного времени. Тем не менее, не следует писать код с расчетом на то, что большие объекты не перемещаются в памяти, потому что в будущем размер больших объектов может измениться. Чтобы обеспечить неподвижность объекта в памяти, отметьте его флагом PINET. Большие объекты всегда считаются частью поколения 2, поэтому их следует создавать лишь для ресурсов, которые должны жить долго. Размещение в памяти короткоживущих и больших объектов придет к необходимости частой сборки мусора в поколении 2, что снижает производительность. Следующая программа подтверждает тот факт, что большие объекты всегда размещаются в поколении 2. Using System, Public Static Class Program, Public Static Void Main, Object O, A Clown New Byte, N-Square Wreckis, 85000. Console.WriteLine, GK.GetGenerationO, выводится 2, а не 0. Вот так-то. Объект занял 85000 байт, все, сразу ему двоечку. Все эти механизмы работают прозрачно для кода приложения. Для разработчика они выглядят просто, как дополнительная управляемая куча. И существуют они лишь для повышения производительности приложения. Мониторинг сборки мусора. Существуют методы, которые можно вызвать для мониторинга сборщика мусора. Так как ГК поддерживает следующие статические методы, вызываемые для выяснения числа операций сборки мусора в конкретном поколении, или для объема памяти, занятого в данный момент объектами в управляемой куче. Чтобы выполнить профилирование конкретного блока кода, я часто вставляю до и после него вызывающие эти методы, а затем вычисляю разницу. Тут ничего не видно. Что-то куда-то съехало конкретно. Для мониторинга сборки мусора в CLR выберите объект производительности .NET CLR Memory, затем укажите в списке нужное приложение. В завершение выберите набор счетчиков для мониторинга, щелкните на кнопку ADD, затем на кнопку KEOG. Теперь системный монитор будет в реальном времени строить график выбранного статического показателя, чтобы узнать, что означает счетчик. Выделите его и установите флажок Show Description. Еще один замечательный инструмент для мониторинга размещения объекта в приложении называется CLR Profiler. Он позволяет выполнять профилирование вызовов, получать снимки кучи и графики использования памяти. Имеется даже API-интерфейс, который можно использовать из тестового кода для запуска и остановки профилирования и добавления комментариев в журналы. Также доступен исходный код этого инструмента, поэтому разработчики могут изменять его по своему усмотрению. Вы можете найти его в интернете, указав в строке поиска CLR Profiler. Это исключительно полезный инструмент, настоятельно вам его рекомендую. Ну и наконец можно воспользоваться отплачком расширения, расширением SOS.LLR, помогающим при проблемах с памятью и других проблемах CLR. Это расширение позволяет узнать, сколько памяти выделено для процесса в управляемой куче, вывести все объекты, зарегистрированные для финализации и помещенные в очереди, посмотреть записи таблицы GK Handle, как для домена приложений, так и для всего процесса, проверить корни, сохраняющие объект в куче живым и многое другое. Finally, глава 22.